Когда речь заходит о писателях, уехавших из СССР, часто вспоминают Сложеницына и Бродского. Имя остроумного Сергея Довлатова звучит гораздо реже, хотя его литературный талант был не менее велик, а произведения популярны и цитируемы. 3 сентября ему исполнилось бы 80 лет. Мы хотим вам прочитать рассказ Сергея Довлатова «Черков и Берендеев». К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Черков, выпускник сельскохозяйственного техникума. «Дядя», — сказал он, — «помогите, окажите материальное содействие в качестве 20 рублей, иначе я, боюсь, пойду неверной дорогой». «Один неверный шаг», — отреагировал дядя, — «ты уже сделал, ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал». «Тогда», — сказал Черков, — «разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться». «И это утопия», — сказал культурный дядя. «Взгляни, видишь, как тесно у нас от импортной мебели. Где я тебя положу? Между рамами?» «Дядя», — возвысил голос захолустный родственник, — «не причиняйте мне упадок слез. Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное, сразу иду по неверной дороге». «Дорогу осилит идущий», — и к месту сказал Бериндеев. «К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вегоневых кольцом и шапки. Знаете, чем это кончилось?» «Я отморозил пальцы ног и уши головы». Воцарилась тягостная пауза. Неожиданно племянник выговорил. «Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез». Бериндеев приподнял веки. Он просветлил и затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни о Савьяхима. Затем недоверчиво произнес. «Из буряка, из буряка. Очищенный, очищенный». «Дважды. Трижды, дядя, трижды. Давай его сюда», – произнес Бериндеев. «Хочу взглянуть. Просто ради интереса». Племянник расстегнул штаны и вытащил откуда-то сзади пулькающую грелку. Дядя принес из кухни макароны, напоминающие белевые веревки, достал из шкафа стаканы. Грелка, меняя очертания, билась в его руках, как щука. «Будем здоровы», – сказали они хором. «Закусывай», – широко угощал дядя. «Бери соль, не жалей». Они выпили снова, раскраснелись, закурили. Дядя разлил по третий и сказал. «Эх, Митька, завидую я тебе. Годика в семь пройдет, и не узнаешь ты родной деревни. Колхозные поля зальем асфальтом, все пастбища кафелем облицуем, в каждом стойле будет телевизор, в каждой избе стиральная машина. Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней». «Это точно», – поддакивал Митя. «Это без сомнения». Он снял дождевик, повесил на гвоздик. Гвоздик оказался мухой и взлетел. Дождевик упал на пол. «Чудеса», – сказал Митя. Затем он тайком развязал шнурки на ботинках. А дядя все не унимался. «Коммунизм построим, поголовную безграмотность ликвидируем, кухарка будет управлять государством». «Это бы не худо», – кивал племянник. «Есть, конечно, недовольные, которые на службе у империалистов, декаденты, но их мало. Заметь, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных. «Еще бы», – соглашался племянник. Они снова выпили. Неожиданно дядя схватил Митю за руку и прошептал. «Слышь, давай улетим». «Это как же», – растерялся племянник.